всем здравствуйте я тут в магните а зашли с девочкой творожок купить колбаски что ли взять копченый что есть папа может колбаса это прям такая цена девочки прям привлекательная девочка не уходи никуда от мамы там парижский тут финский возьмем такую вот колбаса ньку сходили девочки магнит благотворительных концертов поддержку участников своего цена билета 150 рублей 21 октября люблю девочки концерты так бы сходил а сейчас идем на озон надо будет весной дом зайти у нас сегодня погодка такая вот хмуренько лужицы дождик немножко был пасмурная погода так что планирую планирую жарить чебуреки на улице прохладно а дома пахнет пирогами вкусными такое небо прям тут учки идут идут с екатеринбурга оттуда такие прям темные вечером уже рано темнеет в общем погодка но еще ничего еще слава богу уже конечно тут кучки листву листву сгребают куча все больше и больше становится что такая у нас погода это надо закупает у них нет и америка закупает все они столько там у них этого всего товар девочки из монголии а где вы этот товар закупаете а мы в двух местах там берем у нас там и летчик работал как пирлянка вот это как не провянка как-то способ сейчас там уже этого нету давно но он уехал там же труски и в общем через них тоже там не чтоб дешевле было вот такие вот носочки 380 рублей ну ты чё ну это 250 мы продаем это получается с добавкой которую вы сказали 250 всего да вот это вискоза добавлена так ладно думаю взять не взять берите и что такой поезд стоит это 1200 еще и смотрите там полторы тысячи вязаных можно даже на работу сейчас моя хорошая так хочу не вижу а там тут гамашики еще у вас а пояса вязаные в какую цену это тоже добрались мы до дома разложила здесь покупочки вам показать что же я взяла зашла в начале в мясной дом взяла фарш домашний и окорок говяжий вчера на него смотрела смотрела девочки ну вот сегодня думаю возьму детям хотя бы хотя бы а то пишите говядины нет ну вот пожалуйста вам говядина вам нам говядина так потому что цены девочки цены кусаются а конечно же фарш еще куда не шло где-то можно подешевле купить фарш домашний свинина говядина кило сто семьдесят четыре по цене пятьсот тридцать три рубля вчера я брала пожирнее фарш одну свинину я туда сделала много-много капусты и много много лука в общем у меня получились ленивые голубцы кстати они у меня в морозилке замерзли их надо будет по кулечкам так и окорок говяжий семьсот двадцать восемь рублей у меня вышло на восемьсот шесть рублей кило сто восемь вот так в общем это у нас был мясной дом и мы там тоже отстегнули вот полторы тысячи в общем так ну в принципе что сегодня у нас покушать есть что говяжий мокров порежем детям мелко может быть может быть я фарш думала ну посмотрим не знаю в общем морковки взяла зашла в ларечки яблочки взяла тоже в ларечке там ларечек был раньше яблочков вроде он есть не знаем так а я же еще ноги взяла эти кто они называются свиные ноги девочки я взяла ноги свиные собакам ну либо может может сварю и сами ничего подложим в прошлый раз толя приезжал тогда в общем последний раз брали они любят они любят ноги свиные любят куриные ноги ну они любят и я тоже люблю девочки так а начинала я свое видео забылась и начале я зашла в магнит в общем такая какая-то колбаска но мы брали папа может в принципе обычная колбаса чё колбаса как колбаса цена конечно меня что-то удивило заходила я туда за творожком сегодня с утра стряпала ленивые вареники взяла две пачки две пачки вон последние можно сказать по сроку по сроку в общем подходящие мне свежие сметану тоже взяла вот сегодняшним числом в общем все у меня сегодняшним числом кроме тут одной пачки одна пачка одиннадцатым числом и одна свеженькая в общем забрали последняя так что вот так вот у нас с молочкой домашней молочке уже говорила что корова пока в запуске молочки не будет так что будем брать магазину взяла пакет молока молоко я беру мы его добавляем в кофе мы его не пьем так чисто если кашу сварить детям так что так что вот так сметана мне всегда нравилась наша китайской творог у нас такой нормальный в общем более менее так что будем будем стряпать ленивые вареники на вареники взяла так ну что девочки на базарчике монгольская продукция монгольская продукция в общем привоз из каменска женщины они на базарчике по весне торгуют семенами семена у них хорошие в общем за товар они свой как говорится отвечают вот решила все таки я себе прикупить конечно мне было как бы вроде как жалковато я раньше покупала себе кожаные перчатки обычные черные синие последний раз это у меня были синие перчатки вот а так больше я себе не брала ну в общем перчатки хорошие такие прям мягонькие тепленькие прошитые вот видно в общем взяла перчатки мужские сейчас вот иду дорогой мужские бы тоже саша взяла бы и да они замечательные перчатки с носу им не будет наверное наверное надолго мне их хватит потому что я обычно всегда покупала себе перчатки носила их по нескольку лет так что хорошие вещи носятся долго носочки взяла детям такие вот шерстяные носки тепленькие по 350 рублей носочки перчатки полторы и варежки я взяла варежки по 450 рублей такие мягонькие варежки вот эти вот матвейки и у евочки точно такие же только беленькие ну и размер соответственно чуть поменьше такие прям мягкие ну там конечно и я показала немножко вам есть пояса можно приобрести ну в общем интересно конечно интересно интересно хорошая качественная продукция так что вот спросила когда будет приезд когда они приедут ну вот выходные вроде бы так что посмотрим вообще может что-то будет новенькая потом может быть может быть и мужские перчатки приедут и может быть перчаточки саше тоже куплю саше хочется но я девочки разочаровалась покупать ему перчатки потому что я раньше тоже ему покупала каждый год берешь перчатки кожаные и потом я сказала больше эти покупать перчатки кожаные не буду потому что они во-первых не дешевые а во-вторых последние перчатки он оставил в поезде в общем каждый год я им покупала и он каждый год их терял так что все сказала на этом на этом достаточно В общем, не стала больше брать Простые, обычные, тряпичные Хотя бы их не жалко Хотя там вроде были тряпичные перчатки Надо будет в следующий раз Посмотрю, простые, может, куплю Так, сейчас мне это все надо убрать В общем, пообедать Я вчера гуляш готовила, у меня есть что покушать Но я планирую сделать тесто и постряпать Чебуреков, надо будет луку начистить Тесто замесить, в общем Так что, такие дела Готовлю, девочки Уже В общем, мясо, которое я вам показывала, говядину Я ее Я ее, девочки, измолола На мясорубке, в общем Измолола фарш Смешала С лучком И Сделала, в общем, половину Половину фарша я сделала, значит На ежики На ежики и на тевтельки В духовке уже ежики стоят Здесь приготовила муку, мне надо сделать тесто У меня уже готовится пюре Здесь я для мужа сварила ногу свиную Которую Он обожает Что-то одну решила сварить В общем, думала, собакам сварю Думала, сварю собакам, девочки Правда, говорю, как есть Ну а что? Я же для собак ноги купила Ну, собакам достанутся, походу, одни кости Потому что он очень любит свиные ноги А собакам отдала полкастрюли, в общем, борща Здесь у меня уже варится Варится уже, ух, надо пенку снимать Картошечка Картошечка варится Так, здесь у нас тыква Тыква, которая уже готова И ежики В общем, сделала фарш Ежики Такие вот, получается Целый противень Ну вот У меня дело уже к вечеру Как раз Получается, это у меня ужин И на следующий день у нас Остается на обед И снова, в общем, я готовлю Теперь как-то так получается Так, ладно Сейчас надо тыкву убрать Ну и ежики, наверное, я думаю Переверну их Потому что рис у меня сырой Оно видно, что он не совсем Как сказать, проварится Надо развернуть Пюре с маслицем Приготовили на ужин И здесь у нас уже готовый ежик Гуляем, девочки Решила включиться, я говорю У нас такая холодина Мы не выдерживаем Дети скачут, прыгают А у нас уже носы замерзли Сестра еще без шапки Она шапку не одевает Капюшон одела Одела капюшон, а? Замерзла? Ты? Потому что я в шапке В тоненькой, правда Но у меня здесь капюшон толстый Теплый И еще капюшончик Надо уже совсем по-зимнему одеваться Наготовила дома А тесто не успела сделать Сейчас придем, будем тесто делать Да Ручки Подмерзают Надо уже Утепляться капитально, девочки Надо И куртку теплую Куртку я вот жду Так, у нас завтра Завтра тринадцатая Может быть, жилетка придет мне Посмотрим Буду новый костюм одевать Я хожу пока в этом старом Вот Так что Так что вот так В общем Ну что? Ты на тренажеры тут пришла? Что, на тренажерах позаниматься, что ли? Да Да уже все Руками уже Не заденешь их Потому что Они леденющие Все, домой сейчас пойдем Либо пельмени Пельмени стряпать Либо чебуреки жарить Не знаю, в общем Спрошу у своих Я обычно спрашиваю Спрашиваю Мне никто ничего не говорит Сегодня спросила У Дани Даня мне говорит Ну ты же мать Ты каждый день готовишь для нас Ты сама знать должна Я говорю Ну вот так вот Так что, говорит Готовь Что считаешь нужным Вот так вот Я наготовила сегодня Мама ежики приготовила, да? Мама приготовила Пюре Ну вот Пойдем пельмени делать Может настряпаем пельмешек Так На черный день Домой девочки пришли А слушай Подливка-то у меня Вся-вся-вся подливка-то Без подливки В общем Так Впиталась в котлетке Так, Даня Две ложи Кладу Два ежика Ой, а Саша ест у нас Свиную ногу Любимую Она прям так развалилась Макарошки Макарошки У него сегодня Ну а у нас Вот так вот В общем-то Пюрешечка Так, сейчас Это промерзли Для вообще До костей, могу сказать Пока гуляли Дедик, а что бегают Носятся После ужина Девочки Сидя В общем У меня была сегодня Тыква Приготовлена Хотела сделать пирог Тыквенный Но все-таки Решила пряники И кто-то Просил у меня Рецептик В общем Поделиться Ну вот так вот Я вам Оставлю его За На паузу Поставите Сохраните У меня тут Двойная порция Маслица Сейчас буду Растирать с сахаром Масло Размягченное Мягонькое Такое В общем В муку Добавим Разрыхлитель Корицы Немножко Ну все по рецепту В общем Как Как здесь Единственное У меня нету Мускатного ореха В общем Тыквенные пряники Очень вкусные Я уже несколько дней Их не делала Так что На завтрак Чаю Приготовим С вечера Не Без горки делай Не делай Так Масло с сахаром Размяла Добавила яйцо Саша здесь Делает Разрыхлитель В муку Да Делай Добавила еще Две чайные ложки Соды Корицы Добавляем По рецепту Четыре ложечки У нас И все Сейчас это все Перемешаю Добавлю Тыкву И потом мы Замешаем тесто И будут У нас вкусные Пряники Руки Смазываю Маслом Тесто У нас Такое Хорошее И катаю Наши Пряники Пряники Хорошо Поднимаются Они очень Мягонькие Потом Получаются И надо Соблюдать Расстояние Вот Соблюдать У меня будет На два противня Поменьше Что ли Делать Хотя я уже Начала Большие Катать Очень вкусные Очень вкусные Прянички Получится Аромат Какой Аромат Корицы Ванили С чаем С компотом У меня Сегодня Вот такие Вот Получаются Пряничащие Такие Большущие Прям Два Противня Надо делать Поменьше А мы Нагулялись Девочки Так промерзло Прям вообще Ужасно Мне так Плохо стало У меня Руки Замерзли Очень сильно Сейчас Виталий Он позвонил В общем Пришла мне Жилеточка Так не знаю Саша съездит Нет Детей собрался Купать Ну те дальние Вообще просто Огромные Огромные Здоровенные Будут Ну ничего Съедим Самое главное Вкусно Фарш Сегодня Убираю Девочки Хотела Чебурек Или пельмени В общем ничего Я уже Не захотела Саша поехал Ой Чего у меня Кулечек порвался Жилетку В общем забрать Так Два кулечка У меня получилось В общем Уберу Наверное Не знаю В морозилку Что ли убрать Или в холодильник Завтра Что-нибудь сделать Ну посмотрим В общем не знаю Документы Надо вон заполнять Еще Много всего Сейчас Детей купаю Сама буду купать Срянечки У нас уже Готовы Можно сказать Сейчас буду вынимать В общем Саша приехал Жилетку Привез Сейчас будем Примерку делать Ну-ка дай Мама Будет Сейчас вытаскивать Целая гора пряников Тыквенные Прянички Готовы Такие они у меня Прям огромные Получились Такая прям гора Ну здорово Прянички Очень вкусные Еще бы глазурь Конечно сделать Но все Мне сейчас Уже ничего не хочется Потому что время У нас уже Пораньше Укладывать детей Спать Сейчас я вам еще Жилетку покажу В общем Вроде Вроде неплохая Не знаю Я еще не вытащила Ее из кулька Сейчас посмотрим Показываю Девочки Забрал Жилетку Заказывала Значит я ее На озон И что у меня Размер-то А размер Девочки Я заказала Вроде Пятьдесят шестой Пятьдесят шестой Размер В общем С карманами Я тут костюм Одела В общем Примеряю И брюки И толстовочку Сейчас посмотрим Хотелось бы с капюшоном Что-то как-то Конечно в магазине Лучше Вот когда Померяешь Посмотришь Но здесь тоже Как бы я Выбирала По Отзывам Фотография Фотография Видео Ну вот где фотографии Я такое уже не смотрю Вот Вот как сказать Брала я ее Конечно Побольше Размером Потому что Толстовка Толстая Здесь Кнопочки 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 Вот так Они идут Потому что я Сама Не маленькая Мы тут Взвешивались Я девочки 85 килограмм Ну У меня вес Еще раз повторюсь Он у меня Тоже Как бы на месте Не стоит Я думаю У многих Так Плюс-минус Бывает Да Если ты Покушаешь Бывают Срывы Срывы Бывают Вечерние Так Ну что Я тут Все застегнула Четыре Кнопочки Конечно Сейчас Вы Меня видите Очень Очень Большую У меня Негде Девочки Распаковку Делать Дети Там уже На пряники Набросились Вот сразу Надо Не успела Только С духовки Вытащила Горячие Надо пряники Ну что Отец По прянику Положил Пошли в комнату Вот Камера Девочки Всегда Увеличивает Всегда Так Здесь По бокам Петельки Ну что Мне нравится Я тепло Теперь буду Одета Саша Достань мои Перчатки Новые Пожалуйста Я там Шифонере Положила Их с краю У меня Теперь И теплый Костюм Я сегодня Девочки Так Промерзла Это просто Кошмар Какой-то Просто ужас У меня Затюкал Палец На правой руке Руки Вот так Скукожились Я пришла Мне надо Делать дела А мне плохо В общем От того Что я промерзла Я поела Меня так Разморило И Конечно же В общем Стало Не очень Хорошо Ну какие уж тут Чебуреки Да на ночь Глядя Думаю Ладно Завтра Так Ну что Конечно Конечно же Карманы Под телефон Ой Давай Слушай Как здорово Вот если Сегодня у меня Обновки Девочки Сегодня у меня Обновки Я такая Довольно Перчатки Купила Сегодня Каменцы Приезжали На базарчике Вот Хотелось бы Тебе тоже Такие-то Купить Хорошие Ну вот Тряпичные Придется брать Обновки Девочки Поближе Ну я уже Поближе Показывала Вам Перчаточки Все Чтоб Ручки Мои Не мерзли Замечательно Мягонькие Такие Прям удобненько Так Замечательно И мне кажется Более-менее По цвету Ну Знаете Как бы я Не стремилась Не стремилась В цвет попадать Мне нравится Перчатки Классные Мне показалось Даже недорогие Девочки Пишите Какие у вас Цены Кожаные Перчатки Отлично Мяг такой Мягонький Хороший Ну и жилетка Я тоже довольна Потому что Я это все Заказала В один день Закрутка У меня пришла Ключ Не знаю Девочки Там написали Отзывы Огромное вам Спасибо Что вы Отзываетесь Комментируете Находите Время На На свои Комментарии Мне Спасибо Огромное Так Надо Раздеваться Жарко Ну что Теперь я Теперь я Девочки Теплая А то У меня У меня Тот костюм Получается Голубенький Он у меня Тоже От Василька Тоже Тепленький Но он уже Подскатался Он уже Немножко Как будто Не такой Теплый Этот прям Теплый Теплый Пока еще Прям совсем Мягонький Хорошенький Ну Брюки тоже Я бы сказала В принципе Они у меня Не болтаются Нет У меня Был тогда Костюм 54 размера Он мне Подрастянулся Что ли Ну в общем Был как Балахон Мне Саша Все время Говорил Выбрось его Я его Потом отдала В общем Отдала Так что Очень даже Замечательно В общем Новая Жилеточка Стол я протерла Все убрала Лишнее В общем А то сейчас напишут На кухонном столе На кухонном Девочки Потому что у меня У Марины комната Она закрывает На замок Уходит Она еще на работе У нас время Начало 9 Уже Я уже помылась Детей накупала В общем Все Мы уже ко сну готовимся Еще два противня Вымыть как-то надо Так что Так что Вот как-то так В общем у меня сегодня Такие вот у меня Обновки Я смотрю Нигде ли Ничего не торчит Ничего не торчит Не стало Виталий мне отправил Этот штрих-код По которому Надо получать Ой Ты говорит Обязательно померяй А мне мерять неохота Я так устала Я говорю Я Саше говорю Посмотри Наличие Наличие Дыр Ну мало ли Подкладка где-то дырявая Или там нитки торчат Или что В общем Потому что На видео я видела Там была примерка Ну и в принципе Две Две с половиной тысячи Такая жилеточка Так что Я люблю жилетки Может Может быть Потом еще закажу Я первый раз Положила жилетку Три с чем-то тысячи Такая жилетка А сзади рисунок Такие красивые коты Но увы Их Их видать Быстро разбирают А Искала подобное Ничего подобного нет Ну и в принципе Мне вот такая вот Жилеточка понравилась Так что Так что Как-то так Девочки Ну что Я на этом с вами Попрощаюсь Потому что Надо уже Готовиться Отдыхать Довольная я В общем Сегодня У меня все Новенькое Обновки Костюм у меня новый Я его еще не носила Полностью Новенький костюм От любимого Василька Новая жилеточка Новые перчаточки Еще бы новую шапочку Какую-нибудь Ну посмотрим В общем Так что Для дома Для повседневной носки Потому что Я постоянно Как бы Здесь у нас С ребятишками Я взяла Чтобы мне было Удобно ходить Вот Еще раз повторюсь Сегодня мы гуляли Очень-очень Холодно девочки Так что Вот так В общем Это Это самое то Так что Заканчиваю Своё видео На этом Огромное вам Всем спасибо И до скорых встреч Телеграм девочки Дзен Ютуб второй канал Ссылки оставляю Внизу в описании Может быть кому-то надо Может кому-то интересно Оставайтесь с нами Заходите на каналы И Огромное вам Еще раз спасибо И до скорых встреч Всем пока-пока Покажу сейчас поближе Карманы Вот такие Накладные Шнурочек Кричатки Я уже показывала Девочки Ну вот по цвету Мне кажется Нормально Неплохо Самое главное Чтобы мне нравилось Тепло было Так Кнопочки Здесь Воротничок Вот такой Вот Петелька Очень Хорошо Немаловажно Потому что Если нет петельки Это вообще Кошмар И пожалуйста Так Сейчас покажу вам Размер 56 Так 100% Полиэстер В общем Такая вот Жилетка Что я хотела сказать Девочки Заказала 56 размер То есть Сейчас напишут Костюмы Берешь 54 Мне девочки Костюмы 52 54 размер Нормально Вот Мне ничего не давит Мне свободно Мне комфортно И соответственно На толстый костюм Я заказала себе 56 А в прошлом году Пуховик брала Теплый зимний Он у меня 54 размера И он мне Хорошо Но я его не ношу С теплыми вещами Потому что Мне очень жарко А жилетка Специально куплена Чтобы ходить Чисто только в костюме Чтобы спину не продувала Сегодня вот Покупала девочки Перчатки Вещи хорошие Тоже Такие теплые Утепляться надо Девочки И Женщина Которая Продает Она и говорит Такую моду Специально Придумывают Поясница на гале Щеколотки на гале Коленки Это беречь Все надо Почки Простужать Суставы Потом Конечно Это все С возрастом Сказывается Так что Надо всегда Одеваться тепло Я девочке Всегда тепло Одевалась Я Училище Когда училась И до училища Дома Никогда Я такой прям Модницы не была Мне вообще Плевать на чужое мнение То что мне нравится Я обязательно Одену Мне главное Чтобы было тепло У меня были Панталоны Вот сегодня Тоже девочки Там были Такие Жерстяные Хорошие Панталоны Они примерно Они примерно Пониже колена Вот А у меня Раньше были Такие Цвет Такой Персиковый Панталоны Я их одевала На колготки Когда училась Для чего Для того Чтобы Не простывать Я берегла Себя Вот И Соответственно Вот такие Вот Сегодня Увидела Купилась Купилась Хотелось бы Купить Но они стоят Девочки Две с половиной Тысячи Вот Вещи шерстяные Конечно дорогие Пояс был За полторы тысячи Тоже бы Вот Хотелось Ну ладно Не все в раз говорю Потому что На все надо На питание надо Питание Тоже сами знаете Не дешево И всем все надо Не только для себя А то сейчас напишут Только себе Нет Не только себе И Всем И малышам И старшикам Марина Сейчас слава богу Конечно у нас работает Она себе Заработает сама Я ей давно Ничего не заказываю По какой причине Девочки Я уже говорила Потому что Последний у нее заказ Был черный Красивый костюм Летний Она его заказала Он во первых Был не сильно дешевый И я его подарила Подарила Другому человеку Потому что Она его померила Сказала Я такое носить не буду Хотя костюм Был очень хороший Мне лично Он очень на ней понравился Ну вот Как-то так Я ей сказала Зарабатывай И покупай себе сама Так что Она себя будет Одевать полностью Сама уже Потому что У нее Финансы позволяют Сейчас слава богу Дай бог Сейчас получит тоже зарплату Будет себе Сама покупать Вот Так что Так что Как-то так девочки Ну все Я с вами попрощалась Огромное всем спасибо И пока-пока